здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гость зовут его ян полянский и я есть когда характеризовать но он как бы ведет некоторую такую некоторое движение такое которое называется пора валить пора валить да и я честно говоря вот это слово сочетание пора валить я его слышал многого лет назад а вот готовясь к сегодняшнему разговору я пошел почитал какие-то ресурсы ваши интервью и там вот выйдет я вот там лет пять-шесть этим занимаюсь то есть какая-то связь преемственность или мне кажется что это было много лет назад тоже или вот но в действительности вы не первый кто столкнулся с этим забавным явлением немножко добавлю говорить без проблем саму его само выражение пора валить у всех на слуху и его я слышал ну так скажем а то многих разных людей и все говорили вот такой тренд но в действительности если посмотрите гуглит аренды да то появление графика по словосочетания пора валить на тренде будет совпадать до дня с появлением сообщества пора есть отлично это сообщество вот хорошее слово сообщество до сообщества в живом журнале было довольно забавно наверно сразу расскажу о истории появления сообщества и историю вообще все появление всего нашего движения я живу в париже и живу уже довольно давно уже 19 год идет как как я живу во франции и жил я себе во франции совершенно спокойно без каких-либо проблемам после иммиграции из россии занимался своими делами нас налаживал свою жизнь пока в какой-то забавный момент мой друг не сказал мне чувака что ты вообще сидишь в этой дурацкой франции в россии ты сейчас самая вообще жизнь начинается все шикарно там деньги лежат на полу только вот нагибайся подбирай да и я вот сейчас вот все собираю вещи и вот уже на следующие полгода свираюсь удержать в россию работать там за миллион но я так немножечко проанализировал ситуацию мы в то время работали вместе довольно богатой корпорации я подумал интересно как это за вот то время что я не очень внимательно следил за россией она так взяла и рванула конечно истории там 2006 7 года когда куча денег у всех зарплаты растут удваиваются каждый месяц все было довольно интересно и я подумал паша по-моему ты немножечко торопишься и ну так чтобы не спорить с водителем в машине да я тихо замолчала и начал собирать факты о россии хороший хороший тезис вот водителя не трогать это даже я покажу обязательно воспользуйся вот и соответственно я просто чтобы спорить не на эмоциях да на фактах я начал собирать новости из россии да а там как раз еще произошла эта станица кущевская древние времена и недели две где-то я собирал ссылки да чтобы объяснить человеку куда вообще он собрался поехать в процессе сбора ссылок ну так честно сказать нервы я себе попортил изрядно потому что в россии оказалось что все совсем не так как показывала телевидение которое парень себе подключил нам в результате в результате мы долго разбирались со всеми этими ссылками и поняли что просто и со вкусом парень включил себе канал за русского спутникового телевидения который ему объяснил что в действительности россии миллионы и тому подобное на деле все оказалось все же возвращаются да 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 и именно и программа возвращение соотечественников там 10000 до в мордовии и все прочие вещи очень summer или 100 тысяч рублей я не помню как эта программа возвращения соотечественников по которой дается смешная сумма и и недвижимость в Мордовии. Но мне не глубоко вникала эту историю. То, что я вник, это в новости России, которые меня, ну, просто вот, без шуток шокировали. Человек, который, сколько, 10 лет жил во Франции, да, занимался своими делами, внезапно нырнул в историю России так серьезно и с головой. И обнаружил, что ситуация в России-то совсем не такая хорошая, как, в общем, мне казалось до этого. В общем, всем тут казалось. И, имея на руках вот эти вот ссылки, я человек, основательно подходящий к вопросам, я вижу, что у меня на руках практически готовый материал. Я, недолго думая, создал блог и опубликовал все эти ссылочки в упорядоченном виде. То есть, фактически повел себя как агент как это называют, госдепа. Не иначе. Да, да, да. И, конечно, и обливатель родины. Да, 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 грязью. И именно так. Вы сами из какого города? Я родом из Питера, но уехал в 18 лет, вот, перед дефолтом, да, армию косить. Уехал во Францию, косить армию, поступил в университет, нашел работу, работа мне сделала документы, и, соответственно, я теперь француз, и вся моя семья тоже уже с французскими документами. В смысле, родители тоже, или имеется ваши? Я маму вытащил тоже. Хорошо. Вот, ну и, соответственно, жена, дети, все прочее. Свежо выглядишь, может быть, но у меня уже и жена, и вторая объемка ждем. Вот. И, соответственно, имея на руках вот эти материалы, я сделал пост, который совершенно внезапно стал постом двух недель в живом журнале, тогда еще живом, в прямом смысле, живой журнал, когда он еще не успел испортиться, да, и на какое-то время я даже рейтинги Навального победил с этим постом. Это меня поразило и шокировало, ну и, если сейчас посмотреть, найти тот пост, там 64 страницы комментариев, при том, что на каждой странице там может быть больше сотни комментариев, то есть, серьезное-серьезное обсуждение, при том еще до тех времен 10-го года. Вот. И так вот случилось, что, ну, в общем, я рассказал людям, объяснил, что, в общем, ребята, вы, похоже, находитесь в ситуации, которая реально вам угрожает и перерастет в что-то более серьезное, да, и подумал, ну, хорошо, я, в общем, свое дело сделал, информацию я преподал, люди ее видели. А потом внезапно начали появляться в том же сообществе посты, да, о том, что, а, вот я тоже уехал, и у меня все нормально, а вот я вижу такие проблемы, вот и что тут проблемы, и они не могут нормально закончиться, и как-то так пошло-поехало, что начал накапливаться ком недовольных людей ситуации в России, да, и через, ну, так скажем, через пару месяцев меня шокировали, о, боже мой, у меня сегодня 7 тысяч посетителей, да, после чего сообщество переросло в десятки тысяч посетителей в день. В хорошие дни у нас было пару раз под 100 тысяч посетителей за один день. Ну, это они как-то по ссылкам ходят? По ссылкам очень часто посты из сообщества попадали в топ живого журнала, а в то время живой журнал был, пожалуй, главный блогинговый сервис в России, потому, в общем, неудивительно, что был такой поток. А сейчас что главное? А сейчас, хороший вопрос, что сейчас главное, зависит от публики, очень сегментированно все. В живом журнале остались люди, которые любят читать и писать, но с переездом серверов в Россию многие все-таки решили перейти на какие-то альтернативные платформы. Сейчас, вот у меня в Фейсбуке группа развивается семимильными шагами, по 100-200 человек в день может приходить. А давайте, вот может быть, раз мы так в эту тему нас повело. Значит, итак, у нас есть живой журнал, Facebook, ВКонтакте, я видел ссылку, и Одноклассники для старичков. Это вот основная сегментация. Ну, просто по моему опыту работы во всех этих сетях, самая эффективная сеть оказалась Facebook по простой причине. он настроен англоязычного народа, и, соответственно, люди, которые хотят уехать, так или иначе, заводят себе контакты за границей, которые, и это за границей, которые не представляют, что такое ВКонтакте, Одноклассники и прочие российские поделки. У меня вот общение, это вопросов мне больше задают ВКонтакте. То есть, не в то, что ходят читать что-то, но, если вопрос задается, то процентов 70 задается ВКонтакте. Ну, может быть, я просто бездаря раскрутки сообщества ВКонтакте. Я вообще не раскрычивал ничего. Просто это выборы зрителя, а как-то они вот там больше тусуются. Ну, да. Я просто создал страничку и все, ничего с ней не делал никогда. Так, А вот я понял. Значит, сначала вы хотели просто повесить, чтобы висело, а потом народ пошел с проблемой, и вы начали включаться в проблемы. Это должно было по логике вещей не минуемо привести вас в ситуацию, когда, вот сказать, я больше один этого делать не могу, наверное, как-то вот какой-то форум нужен, или что-то такое нужно, потому что один я не выдерживаю. А вроде тоже перестать разговаривать с людьми тоже неудобно. Ну, да. Проблема-то в чем, из-за чего я до сих пор продолжаю этим заниматься? Проблема в том, что это реальные люди с реальными проблемами, которым реально нужна помощь вот прямо сейчас в Индополож. Да. И, в первую часть, конечно, меня спасли мои модераторы. Пользуясь случаем, передам им всем спасибо, да, и тем, кто сейчас активен, и тем, кто был и не выдержал этого всего, вы реально молодцы. Вот. И, соответственно, я, может быть, так скажем, представителем всего этого сообщества, но немалой работы, конечно, делают модераторы, которые следят за порядком, притягивают новые материалы и банят ольгинских троллей. Я хочу сказать, что, помимо ольгинских троллей, я, видимо, не являюсь объектом ольгинских троллей, так, судя по всему, такой маленький, такой блогерчик, но, что хочу сказать, просто дряни много всякой, и когда два года назад YouTube внедрил фильтры, то есть, когда ты просто вводишь ключевые слова, и все, что имеет это слово, уходит на модерацию, оно не может быть опубликовано, вместе со ссылками, ссылки не пропускают, там еще что-то, и вот всякие ключевые слова. у меня блогеры, начинающие, просят дать список этих слух, там, и мат-перемат, и там, в общем, про евреев, во всех наборах, там, и так далее, и вот, лексика патриотов, которые, там, обличают предателей, вот это. О, да, и коверканье слов, такое узнаваемое. Тоже есть, да, тоже есть. Ужасно. К сожалению, Рунет, по сравнению с французскими сетями, да, и с англоязычными сетями, довольно печальное зрелище, когда дело касается политики. Насколько приятно смотреть французские сообщества, где народ сталкивается, спорит, ссорится, да, но все происходит на порядок проще и менее эмоционально. Вот, ну, и... А почему, почему вопросы, скажем, ну, жил человек и жил, я знаю, там он из Жмеринки уехал в Москву или он уехал в Париж, ну, чего, что за... Ну, уехал человек, что он враг-то? То есть, что такое? Это вот так вот, советская власть так сильно за 70 лет, при царизме вроде этого не было, уехал и уехал. Это общение сознания в России очень так сильно из-за исторических предпосылок сложилось, что у тебя есть твоя общность и у тебя есть окружение, да, и окружение в большинстве случаев противопоставляется твоей общности, да, и все, кто не с тобой, тот так или иначе против тебя. Ну, а уж если кто-то пытается переманивать тебя из твоей общности, если кто-то тебе создает ситуацию, что тебе некомфортно в твоей собственной общности, ну, это уж точно враг, которому платят другие враги. Но в вашем изложении это вещь очень старая, это не большевистская. Бусурмане, лютеране, евреи, просто, ну, уже вот, турки там какие-нибудь, там, я не знаю, кто там был. Вот, да, это как бы, то есть, это как бы, просто объект, объект меняется. Ну, да, но тут есть глубокие такие предпосылки, одна из моих теорий, которые я могу распевать, когда есть возможность поговорить на эту тему, это проблема России и ее огромный размер. Когда в Европе, чтобы уйти из Парижа, там, не знаю, в Рим тебе требуется два с половиной месяца пешком идти, да, то в России, если ты решишь уйти из своей Вятской губернии, да, то через два с половиной месяца ты придешь во Владимирскую губернию в лучшем случае. То есть, ты не изменишь практически ничего вокруг себя. Огромные расстояния, маленькие поселения, да, и люди так или иначе вынуждены жить в своем маленьком, в своей маленькой общности. И это в них воспитывает вот этот вот принцип, когда все вокруг тебя, это что-то непознанное, да, но все, кто рядом с тобой, это вот твоя семья, даже если это совсем не семья. Вот, и, соответственно, из-за этого и возникает это вот однозначное деление свой-чужой, свой-чужой. В Европе я просто физически не могу представить, чтобы у Франции была такая вот страна-враг, да, у нас абсолютно все страны, с которыми у нас есть границы или какое-то расстояние, они все у нас в том или ином виде партнеры, да, соседи и так далее. невозможно противопоставить Францию, Бельгии. Франция и Бельгия, это у нас главное противопоставление, это шутки. Они считают нас тупыми, мы считаем их тупыми, ну, как русские чупчи, да, но у нас нету страны, которая была бы нашим конкурентом, просто вот физически. У нас есть наши немецкие друзья, с которыми мы помирились полвека назад, да, или чуть больше, да, и с тех пор, в общем, живем в мире и никаких проблем из старых счетов не поднимаем. В России все страны, которые ее окружают, да, исходя из вот этого печального принципа, да, кругом враги. Ну, вот Китай как бы не враг вроде сейчас? Ну, с Китаем все сложно. Доверять, конечно, им нельзя, это полностью. Ну, да, да, но я думаю, что Китай нам не враг, потому что остальные враги. Должен же быть кто-то, кто не враг, с кем можно быть против. В СССР, я помню, когда вот, я постарше, вот я помню, такое время, когда говорят, ну вот же есть страны социалистического сотрудничества, ненадежные, реально доверять никому нельзя, кроме Монголии и Болгарии. Все остальные, все остальные ненадежные. Болгария тоже предатель, они уже и в НАТО, и в ЕС. Ну, сейчас, сейчас, в последнее время, в те годы они вроде как с нами были. Хорошо. Возвращаемся вот к развитию вот этой инициативы. То есть, стало много народу. Модераторы чистят обгивы и конюшни. Я просто из того, что я недавно прочитал, я смотрю, что у вас это все разрослось. Во-первых, там, как сказать, например, такая памятка идеологического работника, замечательно, вот как отвечать на вопросы типовые, вот когда с претензиями, там, родовина предала, чем здесь плохо, там, и что. Даже, даже заметили это. Я просто наткнулся на нее, я не мог остановиться, пока все не прочитал, потому что я же все эти вопросы тоже получаю. и, ну, да, я считаю, что это маст, вот это, это, человек не может сказать, я интересуюсь иммиграцией, чтобы это не прочитать. И все время говорят, а вот, это же вопрос, который все время задают, понимаете, мне стало обидно, что они, может быть, многие не прочитали и не знают, где все отвечено, и это потрясающая вещь. может быть, это не самые правильные ответы, честно сказать, эту памятку я сделал сильно для себя, по простой причине, на каждый из этих вопросов я отвечал, наверное, больше сотни раз. Я человек, любящий дискуссии, да, и если начинается дискуссия, если кто-то начинает говорить, что ты предал Родину, что эмигрант человек второго сорта, там, и что-то такое, совершенно стандартные, жеванные вот эти вот стереотипы, да, сто раз пережеванные, мне проще кинуть ссылочку сразу с ответом, который я написал еще четыре года назад и который ничуть не устарел до сегодняшнего момента. Я просто, как бы, как сказать, я перестал реагировать, потому что человек, ему надо сказать что-то, он же не то, что ждет ответа, или ему зачем-то нужен этот ответ, и так далее, или, например, вот там фраза типа, вот, ты еврей, ты вообще понять не можешь, что такое Россия, тебе как бы и смысла нет, что ты можешь сказать, вот ты вот там, ну что, тем более не пьет, понимаешь, это вообще. У Живанецкого было, что может Лысый знать об архитектуре, примерно так. об искусстве, что можешь сказать, хромой об искусстве Герберта фон Караяна, если ему сразу сказать, что он хромой. Во! Генем. Да, да. Цитата в точку. Да, хорошо, да. Ну, примерно так, да. Я поэтому просто уже не реагирую, что баню, баню там, ну и все. Ну, хорошо. В принципе, это решение, к сожалению, такие люди, по моему опыту, не меняют свои точки зрения, да, и через три дня они возвращаются с теми же самыми тезисами. Ну, собственно, они просто пришли, им надо было где-то выплеснуть, как-то энергию разрядиться там. Если им отвечать, то это, как бы, наоборот их подпитывает, как бы, как всякие тролли, он питается вот этой чужой энергией. Соответственно. Так вот, да, динамика развития. То есть, вы каким-то образом перешли на то, что охватываете много стран. И вы как-то вот, ну, понятно, что вот там, ведь у вас не только США или только Франция или там только что-то, а у вас много-много стран. И мне вот, кстати, сегодня, я когда ехал сегодня на работу, я обычно с утра что-то рассказываю, сегодня рассказывал про два декрета иммиграционных, которые Трамп подписал в среду, вчера. И, значит, и говорю, вот мы будем там с Яном встречаться, если вопросы успеете задать, значит, я передам. И мне один человек написал, вот, интересуюсь иммиграцией в Испанию, говорит он. То есть, он знал как-то вот. Им интересуюсь, говорит, иммиграцией в Испанию, и какая там специфика. И я начал вспоминать, что же там за Испания. Потом я вспомнил, что там большая безработица. Ну, вот говорят, что чуть ли не 18-20 процентов, и что, в общем, и какие-то тонкости. Ну, вот, не отвечая пока на вопрос об Испании, но вы как бы стали таким, как у нас говорят, center of influence, да, вот, по такому широкому спектру. Может, вы там и про Новую Зеландию разговариваете. Про все страны мира. Про все страны. Карибского бассейна. А даже так ли? Дело в том, что все посты, которые к нам приходят, да, не проходят модерацию. Три четверти постов стараюсь модерировать я. Да, и, соответственно, все это читаю я. И боюсь, что сейчас у меня есть общее представление об иммиграции практически в любую страну. То есть, пост не появится, пока его не пропустит модератор? То есть, нет такого? Да, естественно. Ну, В какое-то время мы пытались пропускать посты и модерировать их задним числом. Он просто прошел, да, и началась модерация. Но это превратилось в ужасную помойку и какие-то темные силы. Я пока еще могу себе позволить. Попортить сообщество таким образом, чтобы нагнать туда очень плохих заказных материалов. А по ключевым словам вы не можете пока их оттуда, да? Живой журнал не позволяет в Фейсбуке функционал совсем простенький, да. А у себя сайт. Ну, мне просто пока не хватает энергии развивать его на 100%. Ну, хорошо. Значит, последнее, что я так вот когда там просматривал, я увидел, что у вас как бы есть такой нетворк там людей, которые живут в разных странах. И вы говорите, ну, ты, конечно, можешь пойти на форум и прочитать то, что там за последние 5-7 лет, у нас вот есть вот как бы мой любимый форум, он уже, наверное, лет 15, там архивы накапливаются, и говорят, ну, там что-то устарело, плюс там тролли, плюс там и так далее. А вот, пожалуйста, вот есть люди, которые с тобой живьем поговорят. Кто-то за это возьмет там десятку, кто-то просто так поговорит. Как вы пришли к этой идее и как она, она как-то программным путем администрируется или как это происходит? Идея родилась себя сама. Потому что сообщество от негодования о том, как все плохо жить в России, практически самоэволюционировало до сообщества, где люди стали делиться опытом. Потому что негодование это приятные эмоции, а конструктив он всегда побеждает. И в результате в человеческом обществе на определенном уровне развития интеллекта конструктив все-таки превалирует. И соответственно люди начали делиться опытом. Рассказать, а я вот уехал в ту же самую Испанию, и у меня такие проблемы, но так не живется. И так, и так, и так. И я вижу, что через несколько лет появления таких материалов у нас огромная база данных, у нас куча информации, но люди все равно задают одни и те же вопросы. Им всем требуется простой человеческий ответ. Ну, и, соответственно, я начал думать, каким образом можно предоставить людям площадку, для того, чтобы они могли как можно быстрее получить человеческий ответ. И идея родилась практически сама собой. Просто каталог стран, каталог людей, которые знают эти страны, и возможность связи максимально простым образом, и желательно без троллей в приватном общении. Это был один из самых основных моментов, для того, чтобы избежать наблюдателей общения, потому что самые важные вопросы люди предпочитают задавать лично. Приватность. Но они, с другой стороны, должны как бы знать этого человека. Я, допустим, говорю, хорошо, что у нас там с Новой Зеландией? Смотрю, там три человека, и я про них ничего не знаю. У них есть профиль? Ну да, профиль. Ну, я могу по фотке там, да, может быть, или что-то. То есть, нет такого... Все прочее. Ну, так скажем, мы не бросаемся на консультантов, да, с требованием немедленно расскажите о себе все. Мы все-таки оставляем нашим... У нас сайт делится на две основные ветки, да, с одной стороны у нас клиенты, которые хотят их... С другой стороны, это наши консультанты, которые рассказывают о том, куда, как и каким образом. Да, и в наших правилах, в общем, оговорен момент, что, в общем, мы предоставляем вам возможность пообщаться друг с другом, но все-таки не уповайте на нас, как на идеальный выбор вашего собеседника. Все-таки какие-то вещи стоит проверять самостоятельно, да, и даже если консультант вам дал инструкцию от А до Я, проверьте ее с другим консультантом. Ну, это всегда субъективно в какой-то мере. Да, это субъективно, но это ваша жизнь, это ваше будущее. А вот, давайте, знаете, что спрошу? Вот, особенно в свете каких-то гонений на иммиграционные процессы, которые, видимо, грядут в США, можно ли, первое, можно ли сказать, что, как вот, все, кто хотел, все уехали? Вот так можно сказать? Я не беру экстремальные случаи, когда у него там... Честно сказать, по моему вот субъективному опыту, да. Да, сейчас, то есть, не сейчас, год назад уезжали очень медленные, да, кто сейчас уезжает, вот эти вот сотни тысяч, которые насчитывают, там, статистические статьи, да, я не представляю. Что я знаю точно, это то, что каждый день в России 18 лет исполняется как минимум тысячи человек, да, и, соответственно, они имеют полное право на образование за границей, они имеют полное право на человеческую жизнь. Дети не виноваты в том, что их родители натворили, потому, я вижу, что умные люди, они делятся вот на две категории. Первая категория, это те, которые сохранили свою совесть и уехали и живут за границей. И вторая категория, это те, которые решили разменять свою совесть на деньги, да, и работают над распилом России. Мои знакомые, мои добрые друзья, которые работают в России, да, они все работают, ну, так скажем, не так, как я бы считал для себя правильным работать. Большинство из них, если они зарабатывают свои хорошие деньги, да, они зарабатывают их не совсем, чем-то. А мне ребята вот пишут, часто говорят, эх, да если бы не уехали, были бы сейчас олигархом. Был. Я думаю, что я бы скорее покойником был. Якова в правильное время уехал, что очень многие люди вокруг, которые были, не пережили там начало 90-х, тогда. Но дело не в этом, дело в том, что я никогда не хотел украсть, обмануть, как-то обойти. Мне это неприятно, я бы не был олигархом, я бы не смог. Это нужно иметь определенные качества вот в этом плане. Но даже не знаю. Ну, именно про это я говорю. Выбор был бинарный. Либо уезжать, либо продавать, условно говоря, свою совесть. Потому, что в какой-то момент, так или иначе, для того, чтобы нормально жить в России, надо стать членом единой России, надо вступать в вертикаль власти. Вертикаль власти это откаты. Откаты это финансирование всего этого безобразия. И, соответственно, так или иначе, но ты одним миром мазан со всеми остальными негодяями. Вы, наверное, еще маленький тогда были. В СССР была такая фраза, некоторые обижаются, я вот когда рассказываю, им не нравится, но была такая фраза, говорит, что есть три качества, которые не могут сойтись в одном человеке. Умный, честный и партийный. И там вот начинали там, у меня дедушка, член партии, ну, значит, не такой умный, ну, если уже член партии. Ну, как бы, не получается, ты можешь верить. Очень многие люди верят. Ну, и, конечно, если прострелять, понимаешь, ну, сколько-то, вот жизнь началась. Ну, к сожалению, я, ну, к сожалению, или к счастью, я относительно хорошо знакома с управляющей верхушкой нашей главной партии России, да, и, честно сказать, не верит там никто. Они все там только для денег. Если ты делаешь бизнес, ты член Единой России. Если ты член Единой России, ты откатываешь наверх, ты откатываешь наверх, сверху тебе идет безнаказанность. Ты что-то сделал не так, но в виде твоей откаты на это не так закроют глаза любой другой член Единой России. Сейчас, в общем, это наша главная масонская организация. У меня такое ощущение, что все-таки советская система, безусловно, там люди наверху, ну, и на разных уровнях, уровнях вверх, они имели какие-то привилегии, которые были для них, не для простых людей. Но все-таки, вот у них не было, допустим, своего дворца, у них не было, они были в общественном дворце. Если они теряли должность, они могли, может быть, иногда там раз в год поехать, но все-таки их отодвигали от этих бенефитов. А сейчас, как бы, что у них, они тащат деньги за границу. Скажем, Брежнев не вез там ведрами бриллианты в Париж, понимаете? Хотя говорят, что дочь его это делала. Ну, так скажем, я не знаю ни одного особняка деятеля Коммунистической партии во Франции. О, конечно, конечно, это было невозможно. Сейчас у нас весь Лазурный берег застроен особняками власти. Мне от дальней знакомой занимается ремонт и, в частности, он делает деньги на ремонте особняков на Лазурном берегу. И рассказывает мне всякие забавнейшие вещи о том, что партийное заседание Думы у нас прямо вот в Каннах, может быть. Хорошо. Удобно, да. Собрались в банке депутаты и, в общем, с видом на Средиземную. Хорошо. Значит, давайте так, вот это первый был вопрос, можно ли сказать, что каждый, кому приспичило, реально может взять куда-то уехать. Теперь следующий вопрос, который частенько у нас на канале возникает. Ну, поскольку у меня, как бы, в общем-то, американский, такой, даже больше калифорнийский, еще больше Кремниевая долина, но все-таки... Ну, да, это канал, называется Silicon Valley Voice, да. И... Тем не менее, часто идут дискуссии на тему, ну вот, а я там в Польшу поехал, вот из Украины масса народа, они там трак вводят или еще что-то такое делают в Польше. И из Франции у меня был паренек, мы с ним, блогер, у меня есть такая рубрика интервью с блогером, вот у меня был, из Франции был парень, там, из Германии, из Дании была женщина, очень симпатичная. Вот. И идет такая линия, что вот человек, который живет в Европе, он, как бы сказать, ну вот, вот что-то не крути, вот ты, а все ты, как бы, вот в параллельной цивилизации присутствуешь. Скажем, если в Америке ты приехал, ты более-менее как все, то там, как бы, вот есть титульная нация, а есть вот еще какие-то люди, которые могут жить комфортно, но они, как бы, не часть. Может быть, даже их дети не часть, я не знаю. Вот, с вашей, как бы, стороны, из вашего окончания. С моей колокольни все просто, кем ты себя считаешь, тем ты и будешь. У нас, во Франции, есть однозначный закон, по которому можно просто загреметь в полицию, получить кучу неприятностей, если ты обозначил человека, человеком какого-то сорта. Если ты начал делить людей на сорта, тебя же, ну, как минимум, ждет неприятная беседа в полиции. Это известные ситуации, известные случаи. Ты можешь ругаться, ты можешь материться, ты можешь подраться, да, но если ты сказал, что вот этот вот человек сорта один, а этот человек сорта два, да, добро пожаловать в полицию, где с тобой будут беседовать, о том, как у нас принято жить во Франции, ГЛТ, Фротернете, так далее. Вот припоминаю я, как будучи в Париже, значит, экскурсовод, он тамошний, французско-рожденный, русскоязычный человек, он говорит, вот там, через три дня у меня будет экскурсия в какой-то там замок, говорит он, поехали вот, и мы, да устали, что-то, он говорит, вы не понимаете, говорит он, это редкая возможность, это, не каждый может показывать этот замок, я говорю, в каком смысле, он говорит, ну вот, чтобы иметь лицензию на показ, вот там, каких-то мест, ты должен быть рожденным во Франции, я говорю, то есть, как, получается, там, Вьетнамка приехала, там, из Вьетнама, и экскурсовод, и она не может, она не может, ты должен родиться во Франции, чтобы иметь лицензию, я думаю, надо же демократировать. И да, и нет, моя бывшая коллега недавно получила лицензию, несмотря на то, что она не рождена во Франции, она француженка уже много лет, она любит французскую культуру, французский язык прекрасен, как и английский, впрочем, и она стала подтвержденным экскурсоводом, получила лицензию. Это сложно, очень сложно, надо отлично знать историю, надо знать кучу разных параметров, которые логично, в общем, лучше знает местный француз, чем какой-то приезжий, да, но все же, все же, для человека, который приехал за границей, недоступна вот только служба в армии и голосование за президента, насколько я помню, те, у кого есть карта резидента. В остальном, все резиденты равны правах с гражданами. То есть, за президента нельзя, а, скажем, за мэра можно? За мэра, за депутата парламента можно? Да, через год после того, как я приехал во Францию, мне прислали приглашение проголосовать за мэра нашего города. Да, у нас такого нет, у нас ты должен все-таки патчпорт приобрести. Ну да, но через год, как я приехал во Францию и получил все-таки документы на жительство во Франции. Хорошо, тогда мы этот вопрос немножко переформулируем. Если человек думает, вот я бы поехал в Америку, там простор, там работа, там все дела, вот я бы хотел. Но не получается, вот тут проблема, там проблема. Я бы, может, и в Канаду поехал, но там тоже как-то вот сейчас сложнее стало, и кроме того, там с работой не так хорошо, и там вообще как-то вот так. А вот предлагают, вот там в Голландию, там знакомый зовет. Но я вот, честно говоря, даже не знаю, Голландия, оно мне нужно, или там, ну, не важно, Польша, Чехия, Франция, Ирландия, там, не знаю, Италия. И вот, и думаю, что я поеду, это все равно потом надо опять куда-то будет деваться, не жить же там, всю жизнь там, в Голландии. Ну, напрягусь, условно. В какой-то европейской стране, вот Швеция, например. Вот как вот? Ну, для меня все очень просто. Я сколько людей видел, да, при иммиграции не ошибаются те, кто уезжают туда, куда они хотят попасть. Да, да, это немножко разговариваться. Немножко развернуть надо. Я уезжал во Францию, потому что я ее полюбил. Вот как только увидел, да, я видел другие страны, немножко Германию, немножко Польшу. Мир немножко посмотрел перед выбором, перед выбором страны, куда уезжать. Но когда я приехал во Францию, я понял, что вот это вот мое, когда я первый раз туристом приехал сюда. И фактически, второй раз я уже возвращался сюда, потому что я сюда хотел. у каждого человека, это очень частый вопрос, куда валить, да, приходит человек и говорит, а вот куда мне уезжать, да, вот я Маша, люблю котов, работаю там, не знаю, юристом, да, куда мне уехать. И вот на этот вопрос я говорю, садись, Маша, да, и внимай. Этот вопрос очень детский, потому что никто на свете не знает, какая страна тебе нравится. Да, жить в стране, где хорошо Петя, да, очень может быть тебе не понравится. Петя может рассказать, какая у него прекрасная страна, да, но это страна Пети. Тебе может потребоваться совершенно другое. Пете нужен климат, тебе кухня, да, Пете нужна культура, а тебе низкие налоги, да. Ты только сам можешь решить, куда ты уехать, можешь, куда ты можешь уехать и куда ты, главное, хочешь уехать. Механизм-то какой, что путешествовать? Да, естественно, путешествия, это, пожалуй, самый обогащающий опыт, который я только видел. Да, конечно, можно сидеть в университетах, можно сидеть в сообществах, можно сидеть на форумах, но путешествия и посмотреть своими глазами, это то, что дает, да не только опыт эмиграции, это дает, просто делает человека богаче на глазах. Я вспоминаю, знаете, что в далеком 89-м году стоял я в очереди в АВИР, московский городской АВИР, получить, значит, там паспорт заграничный. И там была большая очередь, там человек 500, каждый день была перекличка, я однажды даже там выкрикивал, мне дались. Я что-то подобное помню, у меня мама пыталась есть в то же время. И, значит, ну там уже все, мы уже были в подаче, надо было просто забрать паспорт. У нас же не было загранпаспорта. Вот там должны были дать этот самый паспорт, он у меня до сих пор есть. И, значит, и там люди разговаривают, там что-то такое, и там какой-то был человек, который, он был в подаче абсолютно всюду, то есть он в Израиле, в Америку, там, и в общем, как-то он как-то так очень широко брал, и я ему, я его слушал, и я ему говорю, так все-таки вы куда едете? Он говорит, я никуда, я откуда. И вот просто, когда вы сказали, что у каждого там своя страна, и там надо ехать туда, куда надо ехать, и я понял, что надо ехать не откуда, а куда. Потому что выезд откуда может привести в другое не то место. Получается так. Куча народу остались недовольны Францией. Я Францию люблю, ну, это моя вторая любовь, наверное, да. Это замечательная страна, но у нас огромные налоги, у нас куча других трудностей, которые других людей могут совершенно ввергнуть в шок. У нас прекрасная бюрократия, которая работает, но которую надо расталкивать неделями, да. И потому, в общем, я не могу советовать, куда ехать. У меня есть универсальный совет, да. Вот есть на свете одна страна, у которой все показатели абсолютно точно держатся в зеленой зоне, да. Вы сейчас находитесь в этой самой стране, если не знаешь, куда ехать, есть в США, да. Это мой быстрый ответ на вопрос, куда мне ехать. Так или иначе, но у вас, я не скажу, что у вас все, везде всегда хорошо. Но по всем параметрам у вас приемлемо. Простора много, да. То есть, можно себя найти. Но тут есть одна вещь, которая, когда сравнивать с Европой или даже с Канадой, я говорю, что лучше вам в США не попадать, потому что есть люди, у которых, например, ну, помимо общего такого жизненного интереса, вот как бы получить побольше, отдавая поменьше, как бы здесь сложно так. Потому что ты больше получишь ничего не отдавая, там где-нибудь в Канаде или в Германии, например, там социал, такой более жирный. Но есть люди больные, есть люди, у которых дети больные, есть люди, которые реально должны ехать в такое место, где более серьезная поддержка снизу. США... А медицина все равно у вас лучше. Да, но деньги нужны, страховка нужна. Она хорошая, если ты, опять, на бенефитах государственных, конечно... Медицина сможет вылечить, а деньги не смогут вылечить. А на деньги... Ты можешь приехать в Америку и лечиться, если деньги есть. Да, если деньги есть, а если нет, то что делать? Куда ехать и зарабатывать? Опять же, к вам. Если ты хочешь зарабатывать. Есть люди, которые не могут зарабатывать. Я сегодня разговаривал с человеком из Германии. У него... Вообще у него семеро детей, но четверо на нем. То есть, трое подросли, а четверо на нем, и один ребенок очень болен. И он гражданин, там, и все дела, но... И вот он думает об Америке, он рвется в Америку. И я ему говорю, не надо, не надо, потому что ты в Германии лучше поддержку имеешь снизу, чем в США. Да. Если тебе нужна поддержка снизу, а если тебе, не знаю, там, 21 год, то у тебя адреналин пыщет во все стороны, да? Ты хочешь захватить мир, куда тебе ехать, кроме как в Нью-Йорк, а? Я с одним адвокатом канадским разговаривал. Он такой, серьезный. Уже дяденька такой, в возрасте, и у него сын поехал учиться на адвоката в Бостон куда-то. И он говорит, ну, этот уже не вернется. Я говорю, в смысле, у него еще там два. Он говорит, ну, если ты, уже начал там работать, ты сюда не поедешь, потому что там возможности больше. Здесь, как бы, опять снизу больше, но и сверху придавлено. Это, как бы, вот этот люфт, который там есть, он вот такой. Поэтому, возможности заработать. Да, здесь, здесь много возможностей заработать, но, но опять, а что если, вот люди, которые едут оттуда, да, они все говорят, а что если, а вдруг заболел, а вдруг нужна срочная операция, а вдруг что-то, а у меня нет ответа. Кирпич на голову попадет? Ну, кирпич на голову попадет? А вдруг проблема стоит решать по мере их поступления? Некоторые ездят обратно, вот, полечиться. У меня есть дяденька знакомый, он, что-то ему должны были, я забыл, как эта штука называется, когда винчивают зуб. Имплант? Как? Имплант. Имплант, совершенно верно, да, дай бог не знать. Так вот, имплант, и что-то ему там, сочиняли, 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 он плюнул, поехал в Минск, и ему там за один раз, за один раз, его сделали весь род. Да, а стоило это как треть импланта? Смешные, смешные какие-то, даже меньше, там за пару тысяч долларов, потому что какие-то совершенно несусветно низкие деньги ему это сделали, то есть некоторые так ездят, тоже в Мексику у нас ездят, иногда лечиться, там что-нибудь сделать, пластиковую какую-нибудь. Я слышал на Кубе какие-то очень простые правила медицины, и туда сбегают все доктора, практикующие спорные методы лечения. Ну, именно это подтверждает, в общем, тот момент, что каждый должен решить для себя сам. В России, к счастью, к счастью, единственное, наверное, за что я реально благодарен властям, это за то, что нет железного занавеса. И, в принципе, если вот вы сейчас обнаружили, что вам некомфортно в этой стране, у вас есть какой-то срок для того, чтобы не бежать сломя голову через границу, а вы куда? Хоть в Монголию, а для того, чтобы выбрать направление, в какую сторону стартовать. И, в частности, выбор этого направления, то и стараемся помогать этим. Если бы коммунисты в свое время просто бы разрешали выезд, и все. Мы бы до сих пор видели Советский Союз на карте. Не было бы проблем. Они просто создали такое давление в котле. Тогда бы, господи, разъехались, и все. И самое главное, да не нужны мы там никому. Вот там уехал этот интеллектуальный, потенциал уехал, генофонд какой-то вывез. Да не нужен он, ну не востребован. Россиян всего 2% населения Земли. Россиян, которые готовы уехать, что-то процентов 10% от населения России. Это на словах. А вот скажи, поехали. Там одного не останется. Поехали. Ну, так скажем, не все способны принять вот такое решение, собраться и сняться. Вот эта фраза, ты едешь в Америку, а тебе что там дают? Квартиру, работу, зарплату. Что тебе там дают? Возможности. Ну вот, а чего ехать? Если квартиру не дают, так возможности. А в России кому-то дают квартиру? Нет. Но люди говорят, я тысячи раз слышал фразу, что тот, кто не ленив и там, я не знаю, ну совсем не отморозок, может зарабатывать такие деньги, что в Америке там ему бы и не снились. И ведь не врут в ступовиденную Россию. Откатывай наверх и будешь зарабатывать. Это если во власть идти. А никак иначе заработать невозможно. В бизнесе нельзя? Нет. Только через Единую Россию. А бизнес тоже должен вступать вот в этот закрытый кружок. Как только у тебя начинаются обороты с определенным количеством нулей, так или иначе, ты познакомишься с людьми, которые тебя пригласят. Из Единой России. Понятно. Понятно. Знаете что? Ну, не скажу, что вот Единая Россия это вот именно подпись масонского кружочка, да? Ну, вот этого самого кружка, который... Был такой анекдотец. Так, мой, как однопартийная система, я так как бы... Ну, может быть, типа много, но в принципе одна. Был такой, человек пишет заявление, пишет, «Прошу принять меня в КП». Хочется пить в КПС? «Прошу принять меня в КП». Ему говорит, «Да что ж ты пишешь? Ты уже полностью пиши? Прошу принять меня в КПСС». Он говорит, «Так в БСС я уже был». Поэтому, да, выбор такой ограниченный. Вот, давайте я сначала вас сейчас спрошу про Испанию все-таки. Вот что есть специфически? Можете про Испанию сказать, раз человек спросил? Из личного опыта у меня есть добрая моя старая знакомая, которая живет в Испании с прошлого века, да, и от нее я слышу, да, опытный человек, и от нее я слышу постоянно, что Испания это очень плохо, это ужасно, нет работы, постоянно денег мало и так далее. Ну, в какой-то момент я просто не выдержал и выбил ей рабочее место у себя еще на моей прошлой работе. Выбил ей рабочее место, Human Resources департамент организовал, практически уже собрал здесь переезд, да, вот уже есть квартира, вот уже есть работа, вот уже есть доход, который в три раза больше ее испанского, да, я говорю, ну что, приезжай. Говорит, ой, у вас там холодно. И вот на этом я перестал верить во все жалобы в то, что в Испании жить плохо. Понял. Знаете, что так я по ходу дела? Вот у меня там был человек один, он жил в Польше, приехал с Украины, жил в Польше и говорил, что там, ну, как бы устроен, у него 1000 евро он получает и я как-то так развеселился у тебя, 1000 евро он устроен. И мне стали ребята говорить, что ты не понимаешь, 1000 евро в Польше это приличные деньги. Люди там из Германии говорят, да у нас вот, чтобы так жить, как в Польше на 1000, у нас нужно 3 получать там и так далее. Это всюду так мало у людей вот по Европе? По Франции, насколько я помню, средний доход дома 2600 евро. На хаус холд? Да. Совсем мало? То есть это типа там 30 тысяч в год? Ну да, типа того. И нормально жить можно? Прекрасно живут люди. Социал спасает. Все, что вам требуется, все предоставляется сам. Ну и соответственно налоги соответствующие. Хорошо. И потому, в общем, я бы не стал смотреть по цифрам, потому что в Украине люди как-то живут зарплатой 100 евро. У меня вот сейчас несколько редакторов работают из Украины. Привет вам тоже, ребята, если смотрите. И я плачу нескольким людям просто их украинскую зарплату. Я смотрю, сколько у них в городе зарабатывают. И я плачу им их зарплату. Для меня это смешные копейки. Люди живут. Я не знаю, как они умудряются. Но, видимо, у них какие-то есть другие возможности. Цены, запросы меньше. Конечно, другие возможности. Весь мир разная штука. Поедете в Монако, да, и вообще не поймете, куда делить все ваши деньги. После двух посещений кафе у вас кошелек ощутимо похудеет. То есть, надо выехать из Монако, выпить кофе и вернуться в Монако. Да, 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 да. И именно так. Просто вот в соседний городок отъехали. Ну, это просто всякая шушера по Монако не болталась. В общем, да. Да, это для своих. Опять же, в Швейцарии люди прекрасно живут, получают 5000 евро в месяц. При том, что рядом находится Франция, где получают там 3000 евро, да, на то. Примерно в тех же условиях. Ну, и, соответственно, швейцарцы гоняются во Францию за шопингом, а французы мечтают работать в Швейцарии. Тогда вот еще вопрос. Вот это часто очень спрашивают, но один из самых таких вопросов, может быть, не столько частых, сколько животрепещущих, так бы я сказал. То есть, хочется поучаствовать и вот говорят, вот, да, либо муж не хочет ехать, там, либо жена не хочет ехать. Ну, вот, одна половина хочет, другая половина не хочет, а они спрашивают, говорят, как убедить? Я обычно им говорю, ну, поезжайте там куда-нибудь на экскурсию, там, я не знаю, бывает, что денег нет. Вот, бывают люди живут там, он получает там, я не знаю, там, 300 долларов, а на 150, и вот они где-то живут, и им там до Москвы не долететь на эти деньги. Ну, вот, как жить? Вот, что делать? Очень просто. Представьте себе, что вы будете говорить детям, да, когда они вас спросят, а почему мы не уехали, вот тогда-то, тогда-то, когда была такая возможность. Ну, я несколько раз маму спрашивал, вот у меня древние знакомые иммигранты уехали в Америку, отлично устроились, да, несколько раз маму спрашивали, слушай, мама, когда они уезжали, а почему мы не уехали, да? Ну, и, собственно говоря, эта беседа-то так не дала никакого результата, кроме того, что, почему мы уехали, потому что мы тормознули, да, потому что мы не очень быстрые ребята, да, и в результате мы уехали спросить, представьте себе, что вы ответите вашим детям, почему мы не уехали, когда Иванова уехали. Я-то помню то время, когда вот тогда еще ехали, и родители, ну, мы поехали раньше, и родители, они, вообще у отца был инфаркт, он должен был мне подписать, что вот это вот отсутствие материальных претензий, потому что если бы он не подписал, я бы не мог уехать. Это как бы была зацепка, чтобы родителям дать возможность не выпускать. И у него был инфаркт, он уже сам не подписывал, подписывал в присутствии нотариуса, там наш приятель, которые, понимаете, поэтому вопрос, у них был ответ так, ты что, надо нас посадят, до всех родственников посадят, до всех там, если ты уедешь, а отца лишат военные пенсии, за это не лишали военные персии, но из партии исключали. Притом, если ты в отставке, на первом же 10 лет, там и так далее, но все равно это, а что люди скажут? Ну, что люди скажут? А что должны сказать родители своим детям, когда родители пытаются разменять свое спокойствие на будущие детей? Мы им скажем, где родился, там пригодился, вот я всю жизнь в цартир спустил, и ты давай садись. А если моя дочка скажет, что ради меня она решит остаться во Франции, к примеру, предположим, что все станет ужасно, все плохо и так далее, если ради меня она решит остаться во Франции, я ее просто ключ от дома отберу и выгоню, потому что любой нормальный родитель, в первую очередь, ориентирка на то, чтобы его дети жили лучше. Это тоже тема большая, и не могу оставить родителей. Да, да, именно так. А вы спросите у родителей, которых вы не можете оставить, что они сами думают? Моя бабушка-блокадница мне прямым текстом сказала, чувак, здесь жизни нет, уезжай, не возвращайся без гражданства. Я, знаете, что заметил, для меня немножко неожиданно было, как-то вот я, когда в Москве жил, там были люди из, ну, я не знаю, там, скажем, мусульманские народы России, да? Ну, было немного, ну, татары, может быть, были, вот так, не было много. А когда у меня канал этот появился, я смотрю сначала примерно треть пишущих там, вот, значит, по именам, судя по именам, и потом только до меня дошло, что действительно, в России там каждый, чуть каждый не третий вот, из народов вот этих, и я могу сказать, что у мусульманских народов традиция совершенно другая, там, вот родитель, не только он не должен родителя покинуть, но и родители ожидают, он говорит, куда же ты уедешь? Есть такие, которые говорят, езжай, но, но в общем-то, он от него ожидает, что его не бросит, и он будет тут. Ну, давайте сейчас возьмем топ-50 стран по индексу человеческого развития, да, и попробуем там найти мусульманские страны. Вот, собственно говоря, и ответ, почему в мусульманских странах не так все сладко. Их там нету, может быть, из-за того, что родители решают задействовать, детей, что им делать. Ну, это такой, это длинный, длинный вопрос, честно сказать. Но, я считаю, что основная функция любого родителя, да, это спасти ребенка от какой-либо беды, проблемы, и сколько бы этому ребенку не было лет. А вот, давайте такой вопрос. Тоже часто задают, но вот, как бы, в контексте разговора говорят, наладится, ну, вот сейчас там, ну, не Путин, ну, другой придет, ну, не нефть, ну, не нефть, ну, еще что-то, ну, было же нормально, вот недавно, вот только дороги начали строить, вот люди стали на досках кататься, или там на мотоцикл сел, и там дорога хорошая. А сколько иностранных машин во дворах стоит? Нет, ну, вот, ну, вот, вот же вот сейчас, вот сейчас наладится там это, ну, это одна тема, другая тема, но если мы уедем, если кто же будет поднимать скаленты? Угу. Вот как? Ну, на тему немножко потерпеть, это, вот если бы Российской Федерации нужен был новый герб, да, на нем было бы, написано этот девиз, нужно немножко потерпеть. Россия существует тысячелетия под этим девизом. Всегда надо было немножко потерпеть, чтобы вот прийти к какой-то очередной новой гигантской цели. Ну, и, соответственно, за этим долготерпением люди никогда, в общем, человеческие не жили. То есть, да, в нашей ментальности, в принципе, мы готовы, мы подождем. Да, нам гораздо проще терпеть, чем что-то делать. Американцы, вот они, они, у них вот эта концепция immediate gratification, да, то есть, вот сейчас давай. Нет денег, но будут, приходи, будем разговаривать, ну, а что, сейчас давай. Хорошо, а вот, так сказать, это было потерпеть, а вторая была, кто, кто будет поднимать-то? Ну, вот мы сейчас уедем, вот образованные, молодые, энергичные, ну, ну, а вам какое дело? Думайте о своей жизни, думайте о своей семье, вы, вы не живете за кого-то другого, у вас есть только вот вы и ваша семья, ну, кто-то будет поднимать, тот, кто хочет поднимать. А страна? Страна. А страна, да, подождите, вы не чувствуете разницу? Вот ваша жизнь, ваши доходы, ваш кошелек, ваш холодильник, ваши дети, там их, не знаю, кружки и так далее, и страна, что вообще не является... Посмотрите, как действует. Посмотрите, как действует. Да, да. Это же, господи, тут вот кто-то мне написал в комментарии, с бабушкой разговаривал, и она говорит, пусть пенсию заберут, лишь бы не стояли войска НАТО на нашей границе. Таких людей уже не спасти. Это, к сожалению, крепостное сознание. Это то, что пришло к нам испокон веков, там еще, еще с тысячелетней давности, с тысячелетней глубины. Люди сохранили это, и печаль России в том, что вот это вот крепостное сознание, оно не исчезло, когда все страны запретили рабство, да, будем честны, крепостничество, это фактически рабство, конечно, конечно. И когда все страны запретили рабство в любом его проявлении, Россия его не совсем запретила, она его эволюционировала для удобного себе состояния, да. И когда вот в 861 году официально было заявлено, что все, больше крепостных нету, да, никто не раздал крепостному брошюрку, вот я был в шик крепостной, куда мне пойти, да. И, соответственно, большинство крепостных осталось у своих, на своих уделах со своими боярами. Больше того, их на самом деле обобрали, потому что раньше у него земли не было, но у него хотя бы был кто-то, кто его прикрывает. Ну да, фактически, кто за него думает, кто ему дает работу. И обеспечивает, да, а так у него вдруг отняли, вот эта система сложившаяся, всякая насильная такой, всякий насильный перевод из состояния в состояние, он для многих трагичен, потому что он естественным образом себя чувствует там хорошо. Так же, как вот сейчас, например, мы читаем, что раньше мы знали, что князь Владимир крестил Русь, а сейчас мы читаем, что 150 лет шел процесс и с кровью, и с казнями, и со всеми этими делами оказывать. А как тяжело-то, вот так вот вдруг, вот у тебя боги, вот у тебя, там, я не знаю. Ну да, верование, традиции, культурный пласт, наслоение, святые места, там все-все-все-все прочее. Бац, а мы крестились, все, теперь у нас совсем другой бог. Конечно, такого не бывает. Тяжело, тяжело. Вот, ну и, соответственно, вот эта вот грустная ситуация, да, когда крепостное право фактически осталось, да, кто-то пошел в кулаки, да, их тут же раскулачили, в общем, считай, тоже вывели, класс бизнесменов, условно, фермеров, да, после чего появилось «Сталинское чудо», да, где людьми манипулировали совершенно, просто перекидывали их с одного на другое место, не спрашивая никакой их... Сажали за опоздание на работу. Ну да, именно, сажали на опоздание, говорили, что ты теперь будешь работать на фабрике, а ты в колхозе, да, никакого решения, и, в общем, так и сохранилось это... И главное, это ведь те, кто принимал вот эту вот ситуацию, те выживали, а те, кто не принимал, те либо бежали, либо помирали, просто и со вкусом. Их сажали за опоздание. Как вам идея такая? Тоже я часто слышу, говорят, это вот вы там, вот вы там из СССР, вот сейчас другая Россия, сейчас другая жизнь, сейчас другая страна, сейчас другие поколения, эти поколения... У меня есть хохмачка такая, я вот выяснил, что люди там, скажем, от 40 и моложе вниз, они не знают, куда Волга впадает. То есть в нашем поколении это было немыслимо, это вот как не знать, что там Путин президент. Такое было. Это были наши скрипты такие. Но говорят, другая молодёжь, другая страна, всё другое, и вы не можете их мерить вот теми рамками. Всё в пи... Вот мы меняемся, мы идём, мы сейчас открыты ко всему миру, там и так далее, вот мы ездим всюду, мы работаем в офшорах, мы... Ну, мы другие. Ну, конечно, всегда молодёжь всё другая, только Россия остаётся той же самой. То есть, вы говорите, это другая страна, вот эта фраза. Вот это не то, что было там при Брежнине. Это другая страна? С этим сложим поспорить, конечно, другая страна. Так воровать, как сейчас в России воруют, никогда такого не было. Всегда был царь, который по рукам боярам давал, а сейчас царь решил не давать по рукам боярам и воровство сделать одну из главных скреп. Конечно, страна другая, только результаты будут всё равно те же самые. При царизме вот эта фраза гениальная, не по чину берёшь. Вот, вот, вот. Ну, вот, вот, вот. Да, да. Ну, вот, а сейчас-то, в общем, чем больше берёшь, тем больше чин становится. Обратная связь появилась. Всё-таки. Вот, то, что, в общем-то, несмотря на неурядицы экономические, какие-то, я не знаю, там, вот, заработать трудно, там, и так далее. Скажем, если, там, три года назад четыре люди легко ездили, там, куда-нибудь за границу, сейчас, как бы, возможности нет, там, рубль упал, ещё что-то. Несмотря вот на это всё, остаётся такой высокий, ну, я не знаю, как сказать, патриотическим и сложно назвать, но вот такое вот, вот мы, да, вот мы всему миру противостоим, мы там, мы правильные, мы всё, что делаем, мы делаем правильно, вот те, что они там, они всё делают плохо, и мы готовы вот это всё терпеть, просто потому что мы это мы, потому что наш тело правое, короче. А это скрепа такая. Ну, хорошо. Ничего не знать и этим гордиться. Ну, хорошо, но это что, это вот долго так можно? Или всё-таки, или это временное такое помутнение, и, допустим, когда-то будет стыдно? Хотя я не знаю, когда и за что было стыдно. Вот я такого не помню. В России когда-то за что-то было стыдно? Вот я спрашиваю, да. Было когда-то стыдно? Нет, не будет стыдно. Не будет стыдно. Ну, просто забудут. Выключится просто этот момент в памяти, да, люди потрут свои комментарии, там, в Твиттере, и будут говорить, что нет, я никогда особенно не любил Путина, да, и новый там Иванов, Петров, Сидоров у власти, он, конечно, гораздо лучше, а Путин вот здесь. А что должно произойти, чтобы как-то ситуация переключилась? Потому что общество движется вперёд не усилиями 86%, может быть, усилиями 5%, за которыми пошли вот эти, там ещё 14%, а там уже остальные. Говорят, а что происходит? Они говорят, да, не важно. Что должно произойти? Либо надо на Россию сбросить десант из десятка миллионов учителей, которые следующее поколение обучат по, условно говоря, по-европейски, да. Это же невозможно. Быть самостоятельным, конечно, невозможно. Нет у нас ведь просто такого количества свободных учителей, да, и тех средств, чтобы им заплатить, чтобы они работали. Либо мы будем дальше смотреть на Россию, какой она была тысячу лет последние. Невозможно перестать быть алкоголиком, когда вокруг тебя все алкоголики. Невозможно перестать курить, когда у тебя весь дом курит. Соответственно, невозможно отказаться от этой вот имперскости сознания, да, которая устарела даже не в 21 веке, может быть, даже не в 20-м, а в 19-м, да. Невозможно от этого отказаться, когда у тебя вокруг из всех щелей кричат «Моя Великая Империя». Давайте тогда так. Мне немножко неудобно у вас там уже... Да нет, ничего страшного. Я сама и я... Ну вот, я думаю, что мы так уже... Вот, чтобы так, как бы технически двигаясь там к завершению. Так, не потерял ли вопрос в своем сознании? Таки потерял. Слушайте, только собрался что-то спросить. Так, это у вас ночь, то у меня-то еще день. Ну, хорошо. Америка. Трамп, вот вспомнил. Популизм во Франции, популизм вот это в Германии, популизм в Австрии, популизм в Венгрии, в Великобритании, дай бог здоровья, значит, там... Я про Грецию, я вообще молчу. Значит... Да, значит... Как вот это... Вот из Парижа, как смотрится вот это все? Особенно в сторону Трампа. Вот эдакие слонища. Там хоботом, хвостом, там все вокруг. Ну, задача СМИ, конечно, придумывать новости, чтобы их смотрели. Да. Трамп нам подается... Ну, я думаю, вы знаете, как он нам подается, да, что все, вся Америка пропала, да, и Трамп сейчас наделает ужасных-ужасных дел. Это один из путей. Второй путь, что наконец-то он ее спасет. Это как бы... Да, конечно, но... Ну, мы-то по... Европа по большей части левые, да. И, соответственно, никто у нас не будет так налегать, наверное, на второй пункт. Да, и, конечно, пара экспертов на телевидение попадет и скажет, да, что вот Трамп, может быть, все совсем не так плохо, и маятнику надо иногда качаться, да, но и с другой стороны, конечно же, есть еще и разум, да, потому что мы все понимаем, что Америка – это не один человек, это не царь, да. И если Трамп скажет, не знаю, там, всем надеть на голову, на головы красной шляпой маршировать, да, никто этого делать не будет. Но какая вещь в Твиттере? Да, но... он здоровый, он популист, пускай себе развлекает своих подписчиков. Почему бы и нет? Может быть, такого президента хотели? Был же Джордж Буш, которого все считали таким простым колбоем, да, в свое время. Может быть, и у Трампа такое амплуа, почему бы и нет? Но Америка никуда не денется. Америка – это не Трамп. Америка – это 300 миллионов человек, которые, в общем, знают, что они хотят. Я-то просто боюсь, что порушатся какие-то системы, складывавшиеся десятилетиями, и развитие пойдет в другую сторону. Например, если Европа исторически, как западная, с Америкой в военном союзе и так далее, и вдруг Америка говорит, пацаны, что-то мы 6% тратим, а мы только 2. Знаете, что? Давайте так, хотите, чтобы вас прикрывали? Платите. Например. И это подталкивает Европу к мысли о том, что, может быть, самим как-то надо. Но если там уже на тех рассчитывать нельзя, а с этой стороны у нас вроде опасность, а там вообще не поймешь чего, надо как-то самим? Я даже не знаю. Потом торговля. Торговля же тоже. Честно сказать, то, что я вижу здесь в плане военной опасности, разговоры идут, а действия не идут. Это значит, что люди больше налегают на красивые слова, чем на серьезные действия. Он у меня военный аэропорт за окном. По первости, когда первые дни Крыма на Ша были, то у меня каждый день вертолеты, самолеты за окном летали. Сейчас все перестанет. Тихо, спокойно стало. Видимо, оценили военную угрозу. Вот как только начались военные действия в Украине, да, просто без шуток можно было выглянуть в окно, хорошо присмотреться и увидеть, летает там военный вертолет. Ребята тренируются, целево-целево. А сейчас все тихо, спокойно. Видимо, натренировались, успокоились. Это для меня вот этот индикатор. По телевизору, конечно, рассказывают. Ну, хорошо. А вот вот эта история с... А если мы о Европе? Я слышу две точки зрения противоположные по поводу сирийских беженцев, вообще, вот, исламизма, экстремизма и так далее. Одни просто в шоке, причем это МИДИ, все эти массовые информации очень поддерживают вот эту линию. А вот, например, масса народа, которые просто живут, они говорят, что это какая-то против людей, как люди там, ничего так. Ну, конечно, где-то что-то там может быть, но не так, чтобы вот прям понаехала банда каких-то криминальных людей и так далее. Я понимаю, что во Франции-то давно там это все присутствует в очень большом количестве. Ну, первый момент, да, у нас южная граница страны, это Африка. За морем сразу. Соответственно, нас особенно не удивишь странными ребятами совсем другой культуры. Потом мы еще в 50-х годах ориентировались на иммиграцию и низкоквалифицированных работников брали из-за границы. Да, и сейчас нас особенно не удивить потоком беженцев. Да, их приехало много, но их приехало может быть несколько раз больше, чем в другой год приезжают. То есть, конечно, да, их было очень сложно расстелить, они реально ночевали в Париже, там после них реально оставались матрасы, пока уборка не приезжала. Но какого-то удивительного явления, о боже мой, кто это такие, да, удивлений нет. У нас уже существуют все механизмы для их адаптации, ассимиляции. Кого-то из них мы приняли, кого-то из них мы развернули, довольно много развернули, потому что, в общем, не предоставили они достаточно убедительных требований, чтобы стать беженцами. И, конечно, да, беженцов у нас сейчас полным-полно, но нет, это не такая огромная проблема, как ее описывают. А в Германии это больше проблема? Там, в принципе, исторически всегда было много турков, но тут как бы другая совсем. Тут и афганцы, и иракцы, и сирийцы, в общем. Глобально для страны, думаю, да, это действительно большая нагрузка. Надо их расселять, надо их кормить, надо их обучать и так далее. Но вот чего ребята не говорят, то практически никто не говорит. Это то, что подавляющее большинство беженцев через 5 лет проживания в стране начинает платить налоги. И мало кто знает, например, что в Германии естественный перерост населения остановился сразу после Второй мировой войны. А страна продолжает расти. И со Второй мировой войны Германия как-то существует, уменьшается развиваться. То есть, превращаясь как бы в эмигрантскую такую державу? Да. Так что мы их ассимилируем. Я просто, знаете как, я понимаю, что, например, люди селятся компактно. Тем более, это люди какой-то специфической культуры, не такой как все. Отвратительно, так пойдется. Во Франции сейчас вот с ней начали наконец-то бороться. И вот у нас, я живу под Версалем, в симпатичном, дорогом городке, и у нас появилось несколько домов, куда практически в обязательном порядке стали поселять как раз ребят, которые до этого хотели жить компактно и устраивать свои гетто. Несмотря на то, что не все очень рады такому присутствию на зубороде, это все-таки благая инициатива по простой причине. Люди увидят, как можно жить, не ходя в мечеть три дня в неделю, а ходя на работу пять дней в неделю. И, соответственно, как зарабатывать. Я просто смотрю, где-то пробежала такая информация, проскочила, что в основном вот эти вот бешенцы, которые сейчас приезжают в Германию, это все-таки приличное количество, на миллионы счет идет, да? Да. В основном селятся, преимущественно селятся в Баварии. Опа-на! Но они и в Баварии не селятся равномерно. Понимаете, нет такого, чтобы равномерно распрыскивать. Значит, может оказаться, что там пройдет какое-то время совсем непродолжительное, и какие-то муниципалитеты окажутся просто полностью заселенные этими людьми. Остальные съедут оттуда. У них там будет свой муниципалитет, своя полиция, я не знаю, ну, то есть, будет какая-то параллельная цивилизация. Нет? С одной стороны, да, действительно, в свой муниципалитет могут попасть свои люди. С другой стороны, все-таки государство отлично понимает эту угрозу. И оно отлично понимает, что если сейчас оставить всю полицию, не знаю, там, в каком-то городке внезапно из воинов Корана, да, то в этом городке начнется твориться черти что, да, поэтому во Франции, к примеру, есть ротация полицейских. Полицейские не работают в одном отделении больше какого-то срока, да. И когда я работал возле отделения полиции, да, ну, я периодически с ребятами общался, там, триндел. В какой-то момент я говорю, ребята, слушайте, а куда у вас деваются-то люди? Тебя я видел вот две недели. Он говорит, а, все, у нас несколько месяцев ротация, сегодня я работаю здесь, завтра я работаю здесь. И, соответственно, во все эти черные города все равно поступает белая партнерская. Во Франции нету таких мест, куда полиция боится сунуться? Вот на этой площадке. Есть места, о которых говорят, что полиция туда боится сунуться. Есть места, где могут обидеть врача, да, или пожарника. Такие места действительно есть. А пожарники, и врача чего? А потому что, потому что пожарники, они выезжают на все случаи, да, они у нас совмещены и скорая помощь, и пушение пожаров, там, и какие-то экстренные ситуации, там, есть места, где в их машины иногда кидают там мебель, да, такое существует. Но место, куда полиция не поедет, такого нет. Есть места, где им совершенно не рады. Действительно, это гетто, которое надо расстелять, но нет возможности расселить людей, которые там живут по собственной воле, которые там купили квартиру, например. У нас тоже есть такие места, которые надо бы расселить, но как бы... Нет возможности. Я бы сказал, что власть поддерживает, потому что в больших городах, в больших городах, вот этот вот деклассированный элемент, он голосует, они, может быть, не очень активно голосуют, но они голосуют за тех, кто дает там больше, обещает там, да, бенефитов, каких-то пособий. У нас, у нас это абсолютно идентичная история, и, собственно говоря, вот эта вот феноменальная поддержка национального фронта, да, это как раз и есть ответ на существование вот этих вот регионов, да, которые поддерживают определенные партии по причине, в общем, того, что власти нагоняют туда побольше народу, чтобы они голосовали. А в чем феноменальная там какая-то жена, 30 процентов, 40? Ну, так скажем, четверть. Четверть? Примерно четверть каким-то выбором у нас может случиться. И немножко она растет. Я помню, было время тогда еще, советские времена, когда во Франции коммунисты могли собирать там 18, 20, 22 процента. Есть еще коммунисты? Коммунисты, это наша святая корова. Они есть? Ну, так скажем. Коммунисты в том виде, в котором они у нас сейчас есть, это, конечно, совсем не коммунисты, но да, мы верны идеалам коммунизма в каком-то виде, и вся наша нынешняя власть это дети вот той вот студенческой революции 60-х. Ну, подавите, но партия коммунистов собирает сколько-то голосов? Да, партия коммунистов, она существует, но они так как сами по себе они ничего не имеют. А, как политическая партия как бы фактически нет. Именно как вот эти вот идеалы, да, Нет, идеалы, конечно, это, конечно, но все-таки они собирали там иной раз почти как социалистическая партия, то есть они были такой мощнейший. Не, ну, коммунизм, он себя и жил просто временем, ни одна страна в коммунистическом режиме не смогла показать каких-либо выдающихся результатов. В общем-то, Нет, китайцы это не коммунисты. Ну, как бы, то есть идеалов нет уже. не, название, название, да, название, да, цвет флага, да, но нет, то, что они делают, это совсем не коммунизм. что, то есть, на самом деле, может быть, чем-то даже похоже, так скажем, на наше отечество. То есть, какие-то люди во власти, они ее держат, там, никому не отдадут. Ну, да. Я только не знаю, они бабки из страны вывозят или там держат, это интересный вопрос. Китайских туристов у нас огромное количество, китайских инвесторов немало, да, ну, вот, китайские миллионеры, либо они очень хорошо прячутся, да, либо... В США они скупают чудовищное количество недвижимости, и в Канаде тоже. Ага, ну, значит, у нас тоже скупают, но как-то особенно не рекламируют этот момент. Виноградники у нас скупают. Выпить любят? Да, да. Хорошо. У Китая у нас становится довольно серьезным коллегентом в плане поставки вина. Ну, что же, хорошо, ладно, Ян, рассказал, что знал. Давайте я вас отпущу, давайте мы с вами, вот что, договоримся, на чем. Ребята, которые нас смотрят, у них какие-то вопросы наберутся. Конечно. И они прямо вот в комментариях к этому видео будут писать свои вопросы, и, ну, может быть, через месячишку там настроение у вас будет, сядем, там, почитаем. Давай, без проблем проанализируем, поговорим, потому что сейчас-то у нас беседа так, общее знакомство. А вы вообще что-нибудь знаете про наше учреждение? Про вас слышал, да, про школу вашу тоже слышал, да, ну, просто потому что, мы мониторим эту тему, но глубокого расследования пока что не приводит. Ну, понял, просто у нас школа, я знаю, что вы, вот эту вот кнопочку, которую у вас на стене получили, буквально одним из первых каналов по Америке. я думаю, кажется, хвостович жаловался, что ему не дали. Нет, у него нет еще 100 тысяч, но первая была Флорида-Ялта, есть такая женщина. Точно, да. Вот, а я, наверное, уже вторым был. А может быть и нет, может еще кто есть, я не знаю. Но, там есть такие, которые не сугубо по Америке, а так в целом. Да, да, общий блогинг там, вот смотрите, какая машина. Особенно вот я завидую, знаете, девочкам-моделям. Они так, ой, и девки симпатичные, и аудитория у них многомиллионная. Да, и живут весело. так же, в общем-то. В этом вся соль. Хорошо, хорошо. Есть старая древняя поговорка, да, радуйся, и весь мир будет радоваться с тобой. Да, все в нас. Да, так вот, я просто хотел спросить, вот во Франции есть эти люди, которые тестируют программное обеспечение? Есть, но какой-то вот, какую-то секту, наверное, не скажу, то есть, какого-то, большого такого класса, что мы, тестеры, и так далее, конечно, тестеры есть, у нас полным-полно своих фирм, вот, какого-то вот, выделенного класса, либо я с ними не пересекался, да, либо, они как-то о себе громко не заявляют. У меня есть в онлайн-классе ребята там со всего мира, в основном, конечно, Америка, Канада, США, но бывают из очень таких стран, на мой взгляд, экзотических, но вот из Новой Зеландии был паренек, там, вот, выскочил на работу, из Швейцарии, из Финляндии, из Ирландии, из Великобритании, а вот из Франции, я не помню, что кто-то был, из Германии, ну, все. У нас не очень удобно заниматься разработкой, у нас хорошо за ней поддерживают, у нас открывают свои филиалы для европейских клиентов, да, но разработка у нас, насколько я понимаю, не очень выгодна. Я видел, ну, или пишут так, я не знаю, что вот Франция очень взбодрилась по поводу Брекзита, и говорят, а идите к нам, говорят, вот идите, банки идите, софтвер идите, все идите к нам, у нас тут инфраструктура хорошая. Ну, а как мы еще можем отреагировать на такое странное явление? Ну, а французы как переживали по поводу Брекзита, или им пофигу совершенно? Есть замечательная картинка, которая просто Иди описывает, настроение французов, это стоит такой удивленный мужичок, с протянутой рукой для рукопожатия, и в руке держит отрезанную руку, и вдаль убегает англичанин с отрезанной рукой и с пилой, и с очень эмоциональной позой, типа, ура, я доволен. И вот этот европейский мужичок смотрит, и ничего не понимает, зачем они это сделали. Ну, фактически, мы прекрасно в общем живи существовали, не имели никаких особенно сложностей в общем существовании, в общем случае с нашей стороны пролива. Давайте тогда еще последний вопрос, и разбегаемся. Значит, такой грустный вопрос. Вот ситуация с терактами, особенно вот нашумевшими с этим Чарли, я не знаю, как произнести. Шабли. 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 Шабли, да. Значит, как они, вот это все, это какой-то шок, или, или это вот раз, и ушло, и забыли, или это сидит как рано, или что это? не, 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 это точно не, это точно не забыли. Что бы я сказал, да, буквально на следующий же день после того, как случился Чарли, да, люди, конечно же, вышли на митинг, да, и так далее, и был там один очень хороший плакат, да, на котором было написано, «Мэм папер», даже не испугались, да, вот, наверное, в этом вся суть того, что происходит во Франции, да, мы понимаем, что это было сделано для того, чтобы нас напугать, для того, чтобы поставить под угрозу наши, ну, не побоюсь большого слова, идеалы, да, и нет, это не сработало, потому нет, мы этого не боимся, да, на следующий день после теракта, да, мы соберемся и выйдем с заявлением, что нет, мы не согласны с тем, что произошло, мы не будем бояться и разбегаться. У меня просто резонирует с тем, как в Испании, во время Первой Иракской войны, там эти марокканцы, там взорвали, электричек несколько, и через пару дней Испания вышла, вывела войска из Ирака, она тоже участвовала, и, то есть, вот их удалось запугать. Ну, тут сложно сказать. Они как бы приглашают этим больше терактов, на самом деле, то есть, они говорят, смотри, как действует, давай. Да, 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 ну, это действие правительства, да, у них свои цели, я сейчас больше говорю о том, что чувствуют люди, да, что чувствуют люди. Естественно, это никуда не делось, это жуткая вообще вещь, которая произошла, и об этом, в общем, немногие говорят, но все помнят, да. важно показать, что мы этого не испугались. это как наше 11 сентября, то есть, такая, я понял. да, 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 это, это, на наш филиал, вашего 11 сентября. Это отвратительная штука, но нет, мы ее не забыли, и нет, вряд ли мы ее будем фугаться. Я тут слушал инаугурационную речь Трампа, и он вдруг сказал, неожиданно, ну, мог бы и не говорить, но вот он сказал, что мы искореним, значит, исламский терроризм по всему миру. Дословно. Был искал, вот я слушал своими ушами, говорит, там, по всему миру искореним. Я думаю, ни хрена себе задачу поставили. Да, да, неплохо, неплохо. Ну, не знаю, не знаю, это громкие слова, сомневаюсь я, что за этим будет что-нибудь, как раз каких-нибудь сложных военных операций с непонятным исходом. Хорошо, друзья, давайте мы, значит, поблагодарим Яна, и, значит, не прощаемся, так, как-то вот так, расстаемся на время, и те, кто пришел к мысли о том, что валить пора, и они еще не в курсе о том, что есть такой ресурс, или там группа ресурсов. Я постараюсь все, если вы мне скинете в скайпе, это будет еще лучше. Там вот какие-то ресурсы, я тогда вставлю в описании к видео. Но, в общем, те, кто осознал, значит, у вас появляется замечательный ресурс, который вы не знали, я получил несказанное удовольствие. Мне подписчик говорит, а что бы вам вот с Яном там не... Ну, я не знаю, я никогда так как-то не сталкивался. И вот я пошел, смотрел, смотрел, я одну начал читать вот с этими хохмочками там, как отвечать на вопросы. Это просто... Я не мог остановиться, я уже дочитал до конца, смеялся, жена говорит, что там? Я говорю, ты смотри телевизор, это не для женщин. К счастью, не поймешь. Да, так что, ладно, передавайте привет семейству вашему. А как оно сочувствует вашему делу? Терпит. 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 Много времени у них утаскивает, к сожалению, это дело. Но должен же я что-то делать для людей. Моя жена стала периодически подключаться к трансляциям или к видео, она говорит, ну, понятно, хоть если тебя вытащить нельзя, тогда я тогда с тобой буду. Говорит, вот, чтобы как-то так вместе время... К счастью, у моего семейства интересы совершенно простые и несложные. Ладно. Не затаскивайте параметры, я точно не буду. Давайте я тогда вас отпускаю спать, сам переключаюсь на свои дела. Тут у меня appointment-ы идут, а я так вклинился между ними. В общем, спасибо большое. Я очень рад, что у нас на карте такой знакомый хороший появился. Аналогично. Аналогично. Удачи вам. Взаимно. До следующих встреч.